Место обитания клещей, как правило, лес, отмечает руководитель детского эколого-биологического центра. По словам Владимира Товмы, в парках и скверах города они встречаются гораздо реже. Клещи обитают невысоко над землей, обычно в траве и кустарниках. Не любят оставаться на вытоптанных полянках или асфальтированных участках. Ползут в основном снизу вверх, отмечают специалисты. Чтобы укусил клещ в парках и скверах очень редко. Это может быть только в том случае, если клещ каким-то образом туда попадает. А что это за случай? Если вы погуляли с собакой в лесу, а потом на следующий день или как-то гуляете в парке, то в этом случае еще как-то может. Клещи являются переносчиками опасного заболевания энцефалита, который поражает нервную систему. В случае обнаружения насекомая необходимо удалять очень аккуратно и лучше в больнице. После этого клеща нужно отправить на исследование, чтобы выявить присутствие вируса. С начала сезона за помощью в травматологический пункт Камского детского медицинского центра обратился 381 ребенок с укусами клещей. Первое обращение в этом году было зафиксировано 12 апреля. Чтобы защититься от клещей при походе в лес, необходимо соблюдать ряд правил. Носить закрытую одежду, препятствующую заползанию насекомых. Не забывать про головной убор и использовать репелленты. Обрабатывать ими не только открытые участки кожи, но и одежду. Лидерами по обращению пациентов в республике остаются Казань, Набережные и Челны, Альметьевск, Нижнекамск. Резидент Шаймарданова, Кирилл Хабзей. Новости Челны ТВ.